Приветствую всех дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ и сегодня мы поговорим с вами о одном из самых классных прем танков за недавнее время, по его поводу игроки как-то воодушевились и потащили его во все режимы, я всегда говорил что это довольно классная техника, но сейчас по моему это стало очевидно и боюсь как бы с ним что не сделали, это КВ-1С756Р, это немецкий КВ на боевом рейтинге 4 и 7 в 3 ранге, действительно хороший танк за свои деньги, он стоит довольно недорого и предлагает как мы сегодня выясним довольно много за эти деньги, прежде всего чем он отличается от обыкновенных КВ или КВ-1Э например на А4.0 который тоже считается довольно мощным, после ввода объемных снарядов на мой взгляд этот КВ выиграл вдвойне, то есть в принципе обычные КВшки стали жить лучше, а этот еще и вдвойне потому что ему поменяли орудие и башню, у нас другая башня и другое орудие от панцера КВК-40Л-48, а значит проблемы с объемными снарядами коснулись нас меньше чем обычные КВ, которые просто перестали что-либо пробивать. И здесь стоит сделать одну важную ремарку, когда-то у него был другой боевой рейтинг и там он ну откровенно говоря был неплох, но как только попадал вниз списка его избивали. Теперь такое случается далеко не так часто, мы на 4.7 играем регулярно тут же, то есть ну максимум там 5.3-5.7 чтобы встретить это нужно постараться, тем более что наши основные противники это в основном СССР и там всякие Т-34-85 они в принципе тоже пробиваются и уничтожаются нашей пушкой, обычным КВ такое особо не под силу, поэтому очевидный БР-4.7, то есть он выше чем у других КВ. Здесь наверное место вспомнить о блогерской чепухе и начать петь дифферамбы 75 миллиметровки, но не тут то было. На самом деле для 4.7 это такая очень средненькая пушка, она была хороша на 3.3, но теперь конечно у нее есть недостатки. Да она все еще неплохо пробивает, 140 миллиметров брони в упор и 125 миллиметров брони на 500 метров, но это не значит что мы пробиваем всех в силуэтках на 3.3. Теперь есть противники, с которыми придется помучиться и подумать. Урон вполне терпимый, время перезарядки быстрое 6.3 секунды на экспертном экипаже, это быстрее чем большинство наших противников за СССР, но у США есть шерманы, которые перезаряжаются около 5 секунд, поэтому здесь мы конечно не побеждаем. Вертикальные углы наведения для советской техники, ну в данном случае немецкой нормальные, минус 6 градусов вниз и 25 наверх, не выдающиеся, но терпимые. Скорость поворота башни быстрая, 18 градусов в секунду. Баллистика вполне себе предсказуемая и хорошая, понятная, стрелять можно на любую дистанцию, зум тоже вполне себе понятный. КВ-1С в плане орудийных показателей это тот же самый панцер, только на который налепили очень много бронирования. Если пазики некоторые находятся на 4.3 и там играются, ну так, с болью скажем, это, например, модификация йод, то на 4.7 играть на КВ-шке с бронёй вообще уже не стыдно. Кстати говоря о броне, на мой взгляд это главная её фишка. Здесь у нас типичная база от КВ, но дополнительно с экранами 25-мм. Это значит, что у нас всё ещё возможно закинуть в люк мехвода, и можно в НЛД закинуть. Там есть проушины и есть нижняя часть НЛД, где брони не так много. Ну и башня. Правда, башня стала несколько толще по бронированию. Здесь у нас 105 мм. Учитывая то, как работают сейчас боеприпасы, очевидно, что пробить такое под силу не всегда и не всем. Особенно на БРе 3.7, 4.0, 4.3. Да, мы играем тем более против тех наций, у которых пушки не такие пробивные. Борта также хорошо защищены, там 75 мм брони. В башне 105, она по кругу вся защищена такой бронёй. Корма 70 и 60 мм брони. То есть это крайне прилично. Если мы возьмём анализ защищённости и выберем неприятного для нас, на мой взгляд, противника, это какой-нибудь там М36 с 90-мм, то поймём, что нас на дистанции, допустим, уже в километр пробивать адекватно, он будет далеко не везде. Есть зоны брони, в которые он нас не возьмёт. Это ВЛД, это некоторые места в лбу башни и также некоторые места в ВЛД. Тут надо попасть, правда, довольно неудачно по нам. Но, тем не менее, и это танк на боевой рейтинг выше. Если мы возьмём что-то, скажем так, более понятное регулярное, типа того же Шермана, обычного Шермана с 75-мм, ну, не краткоствольной, а регулярной пушкой, то он нас не пробивает вообще, в принципе. То есть в уязвимой зоне это будет куда-то около орудия, куда нас может пробить такое. Ну и самое очевидное, это люк мехвода. Всё. Дальше это пулемётик, если повезёт, и нижняя часть НЛД, но там и так брони немало, то есть туда даже не залетит. Поэтому защищённость у КВ-шки прям шикарная. Если мы говорим про рентген, то тут 5 членов экипажа, протектирующие баки, которые иногда защищают от урона. Они таковыми не являются, естественно, но просто иногда так это работает. И большое количество боеукладки. К сожалению, много из неё не убрать, поэтому придётся взрываться от попадания в борт довольно лихо. Но в целом живучесть у КВ-шки, на мой взгляд, вполне себе терпимая. И бронирование самое главное, особенно в лобовой проекции, при ромбовании, и если ещё кустами завесить, то это прям очень жирно. Есть, конечно, танки, которые нас пробивают. В основном это танки с пробитием за 140-150 мм, САУ особенно, или какие-то крупнокалиберные пушки. Но это всё находится на нашем и выше БРе. Если мы играем против 4.0 и 3.7, и особенно это советы, ну сами понимаете, что с ними происходит. Там действительно страшный противник, наверное, только Т-34-57. Но её урона зачастую не хватает, чтобы нас заваншотить. При этом наше орудие в целом вполне справляется с любой угрозой, не считая самых защищённых целей. И самое главное, что советские КВ не могут над нами насмехаться, так как над всеми другими. Это мы их избиваем, потому что мы-то пробиваем, а они нас нет. И это довольно забавный факт. Учитывая ценник этого танка, ну, по совокупности характеристик считаю я его прям хорошим. В Аркадии он ещё и довольно быстрый. 47,5 тонн массы на 955 лошадиных сил. Летает он там, дай боже. Довернуть всегда можно. Максималка, конечно, невысокая, 36 км в час. Назад 7 км в час. Но это вполне адекватные показатели. Помним, что у КВ получается в этой игре невысокое удельное давление на грунт. Судя по всему, из-за широких гусениц и поворачивают, они вполне себе нормально для тяжёлых танков. И это даёт нам возможность, в принципе, ромбовать. И делать это успешно. Если вы хотите, кстати, чтобы видео по этому танку вышло ещё и в реалистичных боях, то напишите об этом в комментариях. Я буду знать и стоит разделять. Как точнее, стоит всё-таки делать несколько видео по разным режимам, чтобы давать понять, как это играется. Поскольку в Аркаде это совсем не то, что в РБ. Ну, зачастую для многих танков. Типа как Авра или Брумбар. Они в РБ вообще особо не играются. Неудобно. А в Аркаде это прям хорошие танки. Так что по КВшке, ну, если надо, то и мы в РБ зайдём и посмотрим, как оно живётся. Если мы говорим про Аркаду сегодня, то стоит упомянуть в том числе и фарм. Это то, что я выяснял в последнее время. И фармит КВ довольно неплохо. Если мы не говорим про усилители, а просто про бои с премиум аккаунтом, то получаем за стандартные бои где-то около 50 тысяч серебра. В зависимости от выполненных задач может увеличиваться эта сумма ещё и до 100 тысяч. Но это опять же в среднем. То есть, если вы сделаете 10 фрагов, то, понятное дело, получите там ближе к 100 тысячам. Если не сделаете ни одного, очевидно. Но почему я сейчас как мантру зачитываю эти средние показатели? Да потому что КВ-1С в Аркаде крайне эффективен. Его не так-то просто уничтожить в силуэт. Всё-таки надо выцеливать. Сам он нормально пробивает. И в Аркаде позволяет делать регулярно 3, 5, 7, 10 фрагов. А может и больше, если повезёт. И вот как раз-таки, если брать результаты, где ты сделал 3-5 фрагов, ну 3 фрага допустим, то 50 тысяч тебе практически обеспечено. А это вполне неплохой результат, как для танка, который вроде бы как, ну там, третьего ранга стоит недорого. И если вы в принципе не игрок на самолётах, то спокойно пополните себе казну, играя на нём. И при этом вы ещё и прокачаете себе наземную технику. Немецкую до 4-го ранга включительно, что довольно немало. Так что, на мой взгляд, этот танк сейчас заслуживает внимания. Он в Аркаде хорош, в РБ он чуть хуже, наверное, но тем не менее тоже неплох. И всё зависит от БРа, на который попали. Конечно, с 5-7 уже тяжеловато. Там броня так не решает, и пушки тоже тяжко, нужно выцеливать. Но всё-таки, на мой взгляд, это то, что стоит приобретать сейчас. Если вы хотите получить мою наклейку и дополнительную скидку, для этого можете пройти по ссылке в описании. Напомню вам и о таком лайфхаке. Ну и на этом буду на сегодня заканчивать видео. Пишите, что вы думаете по поводу КВ-1С. Разочаровал он вас, если у вас есть или нет. А я пойду пилить новый контент. Намечается довольно много интересных видео. И если вы думаете, что знаете, что бы хотели бы увидеть на этом канале, можете также пользоваться комментариями и оставить там свой след. Ну, соответственно, рано или поздно доберёмся до ваших просьб. На этом на сегодня всё точно. Всем удачи и всем пока. Пока.